собственно совершенно случайно здесь оказался могли выйти потому что вам перегородили выход очень интересно было вас послушать ну собственно объяснить объяснить просто как человеку абсолютно к вашему бизнесу вашему продукту не имеющему отношения с чего начинают люди которые впервые попадают дело хотят заниматься ну к слову о себе скажу что у меня есть как бы свое дело которое мне довольно таки серьезно поднадоело и я перестал от него получать удовольствие поиски нахожусь насколько это может заинтересовать с чего начинается спасибо большое если давайте так я нарисую можно было в разные стороны я на себе покажу вот это я я только что пришел вот если двигаться в эту сторону то принципе что делать большинство людей в принципе начал начинать надо с чего то что я рассказывал а вот есть первый этап то есть мне нужно кому-то довериться неважно я могу ошибиться но это мое правило выработанное с детства и попадают тренеру прихожу туда-то вот ну например в какую-то секцию начинаю заниматься мне не нравится переставлю в другую секцию ответить где-то я за лист и чем не за тренера не за секции за своего друга и дальше внутри этой секции начинается попасть какому-то тренеру как ты уже внутри ты начинаешь понимать кому-то должен попасть тебя интересует двигаться первоначально ты просто приходишь точно так же было когда я пришел в лет на училище какому инструктору тебя распределили ты не можешь выбирать тебя будет распределили но тебе нужно довериться этому человеку пока ты не возьмешь него абсолютно все что он чем он владеет то есть спорить с ним уже тогда когда достиг его уровень и так далее то счет уже в этом деле понимаешь поэтому я всегда чем бы я не занимался я ищу себе учителей там интересует меня воспитание детей там интересует меня личная жизнь и нахожу людей которые в этой сфере добились результатов которые мне нравятся не это выдающихся людей почему потому что чаще всего у них требования много жестче то что они говорят мне очень мало понятно но человек который добился результата небольшого но которого я хотел понятно что сейчас как для учителей выбирают и второй момент учителя никогда не должны мне нравиться в принципе никогда не нравится 11 учителя если он нравится это не учитель или человек который ну грубо говоря мне зарабатывает он говорит все то что я понимаю то что мне понятно потому что когда учитель настоящий что-то говорит мне это непонятно и мне это не нравится это просаживает мою самооценку общее ощущение неудовольствие нет серьезно весь вопрос еще в том что вот тренер нас когда мы плакали детьми в спортивной школе он нам говорил если вы за тренировку разделить меня не возненавите ли я плохой тренер потому что если меня сейчас убрать вы будете делать только то что вам нравится вы никогда не делаете больше чем вам надо чтобы вырасти стать больше и лучше понятно чем что-то делаем вот точно так же у меня это формировалось и пожилиние я всегда себе ищу чем я не занимался финансами начнем уже учителя финансовом плане но только это не те учителя как разном выбирают люди это вот опять же там у нас было когда поступали в училище большинство ребят шли тем ребятам которые уже второй раз приехали поступать в третий раз приехали поступать четвертый раз приехали поступать они и спрашивали что нужно ты что там важно что там неважно и так далее вот я пошел поскольку был научен уже спортом к тому кто цветных списали его остался на штабной работе помогал приемной комиссии курсант но он поступил я к нему пришел а он никому не нужен никто вокруг него не долбится я стал спрашивать что важно для поступления там какие-то учителя преподы там где экзамены там какие моменты и так далее все что он не рассказал кардинально начался этих ребят которые несколько раз поступают понятно зачем сейчас были примерно большинство людей вообще не ищет учителей по жизни когда хочет чем-то заниматься либо ищет но не учителей а тех кто сделал бизнес на образовании потому что если я сейчас напишу книгу также как вот и рак не ценности абрахова маслова его ненавидит все люди на земле и ненавидит больше всего и ненавидит умная интеллигенция а вот почему он поставил прямое зеркало людям в том числе интеллигенции всей духовно развитие это даже у него не закон если вы знаете и архе ценностей он как я не открыл я писал все спорят никто не может опровергнуть он сказал простую вещь это даже не закон о следствии по моему даже не первое второе следствие это из одного из законов пока не на потребность более низкого характера вы не сможете ли потребность более высокого характера вы грубо говоря вы не можете быть духовно развитыми людьми пока вы не финансово независимы представь что удар по интеллигенции по труженикам вот и так далее поэтому его все ненавидят ну вот но интересно с этой вещью поработать короче для меня есть если я обработал за меня есть первый этап это нормализация водной среды организма это то что я знаю физиологии со времен спорта и авиации есть еда есть вода и есть братья наши меньше с этим много написано с едой и жиры углеводы витамины минералы жирные кислоты ферменты что-то кто-то в этой сфере знает в меру своей вежестве с невежественной более-менее известно когда говоришь с водой причем внутренней водой организм здесь практически все плавают мне это нравится почему если все плавают у месяца исключительное преимущество вот когда я думал каким бизнесом заняться я понимал надо заняться водой там всего лишь две сферы бутылирования самая старая на фильтрация и современное бутылирование все но никаких больше тем нет нет а у нас есть тема возвращение воде природных свойств никого нет мы номер один мире вот на организация внутренней среды и организма водный почему это важно потому что из-за этой внутренней воды во-первых на 70 процентов состоим когда она меняется меняется даже наше восприятие мира то как мы мыслим хорошо или плохо то как мы радуемся не радуемся почему горит ворожек кислой зависимый организм есть у нас энергии нет у нас энергии мы 70 процентов энергии своей тратим на переработку воды который мы пьем мы вообще единственное существо на планете который пить что-то кроме воды животные встречают новый год без кока-колы и вам всем все равно вот и радуется при этом вот эта тема это грубо говоря ветки у нас если вы знаете они умирают и рождают мы мы обновляемся разные системы с разной скоростью то есть на клетке живут недолго и клетки которая рождается и нужно строительный материал что она может этот старый клеток что-то и нужно новое а попадает строительный материал тут самая еда ну не все макароны и котлеты не являются строительный материал вот они в каприду начать и полезны но не стоят не являются чтобы на что-то ветку попал это определяется свойствами околоклеточной жидкости той жидкости которая внутри поэтому качек попадает в реанимацию врач не знает что с ним он даже не ставит диагнозы не важно что с ним первое что ему ставят капельницу которые приводят нормы его жидкую среду щелочной раствор слабо-щелочной раствор вот грубо говоря это капельницы нормализация водной среды не неважно что у человека если ему можно пить есть я ему ставлю капельницу виде продукта который нормализует его водную среду это не какой-то продукт мне это не надо запоминать знать как он называется и так далее я знаю какие продукты что можно сделать с водой чтобы она стала дающей энергии не забирающие то есть она может быть чистая но ее может не хватать это первое и второе она может забирать энергию а не давать энергию то есть вот то что играл тратить на нем 70 процентов 60 процентов 50 процентов энергии тратим на переработку воды отечность там всякого хренатень у нас портит называлась гидрация мы детьми 12-14 лет мы пили по 7 по 9 литров каждый день уставить не бутыли с резинами из-за этих камер вырезанных чтобы измерять сколько мы выпиваем до соревнований вот за две недели до соревнований прекращали кить такое количество воды результаты в два раза больше чем если не делал гидраж без всяких топпинг просто есть вода вашем организме джи кровь жидкие ли не жидкая вот и дальше братья наши меньшие это грибы вирусы паразиты не паразиты бактерий нет неважно кто их хорошие плохие не важно у нас не висим биос они все нужны только нужно понимать где они должны быть в каком количестве то есть как с ними сотрудничать и почему на их учитывать потому что во первых они нами управляют они сами живут они перерабатывают 50 процентов той еды которую мы едим для того чтобы они послужили это это еда послужило строительным материалом для клеток плюс еще очень важный момент им нужна та же самая еда то есть я всегда рассказываю что скорее нас витамином c живет в два раза дольше чем без витамина c ей нужны витамины и нужны хорошие белки спортивные нужны и она и съест и если их будет много и не в том месте ни в том количестве они будут съедать наши строительные материалы строится будет а мы нет вот с этим более-менее понятно кто-то живет в селе кто-то начитался книжек ест только живую пищу не обработанную и так далее так далее так далее но вот по этим двум темам практически все блуждают либо чистятся до дудури мочой блин да не знаю там углем более страшно менее страшно но постоянно чистится просто реального особенно в нашей стране а люди обожают сейчас по всему миру детокс просто тема такая вот никто чеку не читает что чисто не там где убирать вы короче это тема и вообще мало кто дней нормально разбирается вот и соответственно я исходя из этого первое что я делаю нормализация водной среды 2 этапы после второй месяц это нормализация водной среды она всегда будет добавляется очистка я и сделаю два раза в год и третий этап нормализация водной среды плюс клеточное питание и это можно еще полгода до следующей калавады вообще это продукта чистить наш называется кого-то вами есть три этапа 90 дней если вы их проходите там есть дешевле дороже мы нужны другая история вы их проходите ведь эта хрень не работает я не верю вам надо этим заниматься хотите бросить первый этап но если вы начнете на пользоваться заниматься дальше разбираться теоретически бесполезно единственный способ что-то понять этой жизни это в это влезть вы можете стать все книги о любви если вы никогда не любите вы можете прочитать все книги о войне на земли к не воевать вот точно также там например я не сам не кайбру ли шоколада я могу вам химические форму технологии производства записи выдающихся шоколаде там преподнести но вы его никогда не пробовали поэтому десна способ что-то понять в этой жизни туда влезть это гораздо меньше тратится времени по моим наблюдениям за людьми чем когда они пробуют изучают пробую так никогда и не не влазя в это это единство как говорил товарищ на кулер сначала вяжемся там посмотрим вот поэтому я всегда предпочитаю 9 раз отрезать один раз отмерить после того как нарезал что получилось тогда есть понимание погадать 9 раз отрезаешь отмеряешь а то не разрежешь хреном узнает от какого измерения у тебя этот один отрез получился вообще ничего не понятно вот поэтому я бы делал так дальше я бы спрашивал своего наставника но уверенности общаться с другими людьми только тогда когда либо я очень сильно верю наставнику в своем учитель и на его вере точно вере к нему я могу идти к другим людям не на свои либо на своем результате других людей результаты других людей я говорю ребята смотрите там люди получают результаты причем неважно какой диагноз мне не нужно быть диагностом врачом я разбираться по-любому всегда будет первый там второй и третий мне не важно что у человека он приходит у меня вот там головка болит я говорю с головкой к врачу он будет заниматься твоей головой а вот водой те что ты пьешь и ешь больше заниматься со мной если ты считаешь что это неважно для твоей головы не надо со мной разбираться как только врачу пускай он занимается твоей головой если считаешь что то что ты пьешь и ешь не влияет на твоем здоровье это первое то есть вы себя проверяете на предмет это вам нужно это созвучно вам это вообще ваша тема не вашите а второе как минимум вы получите результат поздоровья в этом убери вам станет организм напьется почистится и так далее то есть не навредите 100 процентов вот вы можете получить не то что вы хотели то что вы ожидали на то что это не навредит 100 процентов железобетон вот мы не первый день не только что зашли вот 12 13 лет уже это пьют мои дети мама я и так далее огромный кричит людей опять же вы можете познакомиться потом и понять что эта тема работает теперь вопрос бизнеса так называемого и если вы слышали то о чем я говорил я строю вокруг себя группу и смотрю насколько я человек влияние могу ли я через то что я рассказываю повлиять на какого-то человека которого эта тема интересует того кого не интересует не смогу для этого надо психологии изучать и изучать всякую самую тень там и так далее так далее дышать с ним в унисон там всякой фернгеню заниматься короче говоря это долго вот например чтобы научиться например сидеть с вами разговаривать и подстраиваться под ваш ритм дыхание да вот то есть это не сработает но есть люди которые не могут повлиять даже на тех кому это интересно ну вот не знаю замечали наверное такие я таким был в детстве все индикатор вообще незаметно в день рождения приглашали я приходил потом не пришел мы тебя звали я был нет и 5 не был очень незаметный то что и мы перейдем очень часто когда приезжают новые местом прописка потом пока ты сойдешься там пока кто-то вот его это в общем уже надо выезжать папу перевели опять нет 13 школ поменены песни отдельные и вот я как бы не было друзей и такой вот был серенький товарищ очень сейчас трудно очень в это поверить но тем не менее есть люди которых люди не слышат в принципе и даже не слушают если вот вы понимаете человек ему очень тяжело организовать даже ради хорошего какого-то дела вокруг себя кого-то даже не может сделать там грубо говоря 750 баллов это грубо говорят 10-15 человек так попросту сказать это разное можно даже 5 минут и сделать в среднем это 10-15 человек то есть то что он говорил он не смог людям он не смог найти тех кому надо то есть там людей которые бегают прыгают и так далее не звучит подобный инструмент они сразу будут тратить денег на какую-то воду на какие-то фильтры там и так далее какую-то еду они сразу будут тратить на это деньги он даже на этих людей не смогу найти повлиять и поэтому ничего построить если он не сумел даже это построить ему нужно либо меняться как человеку по характеру вот я надеюсь что вы со своим опытом уже четко это понимаете если взять например 5 человек даже ты за два зала поставить их просить назвать время родились как их зовут кем были их родители вы их четко по степени уверенности саранжируете на этот на номер один этот номер два номер три номер четыре номер пять вас в армии назывался командирский голос да ты можешь отдавать приказы потянуть матом но их не будет выполнять может быть спокойным же помощь будут выполнять вот то есть есть методики этому как это менять и всех не захочет менять понятно что его невозможно будет ночь то есть он может не быть человеком влияние он не сможет работать с людьми он может иногда построить группу на продукте люди будут завязаны не на него на продукт но ему опять же будет сложно и чему-то их учить что они его не буду слушать и слышать не человек влияние это манера общения с людьми быть интересным для людей быть полезным для людей не просить а что-то отдавать когда отдаешь ты получаешь хотя ты бросишь это будет только отниматься понятно сейчас объясняю проверка сначала на продукте потом на своей способности с людьми что-то организовывать это то с чего я бы начал если в эту сторону двигаться в обратную то нужно знать цель по жизни какой жизнью ну еще как я такой жизни я хочу жить через четыре базовые ценности здоровье материальный план личный план социальный план какой же не хочу жить например через 10 лет по этим по этой системе ценности какой будет моя жизнь и когда я знаю положение хочу жить у меня есть видение у меня вырисовывается инструмент поэтому не надо долго принимать решение что-то предлагают по жизни вот никогда не надо подумать я говорю как шансовки на подумать у меня три и не сразу становится жалко этого человека давай не будешь думать что я бы все представлю что он будет три дня ходить вот думать ему это там жанр и кушать я думаю и папа не мешая думаю вот мне не хочется к издеваться на человеком чтобы три дня ходил и думал мне нужно несколько секунд либо это служит достижение моей цели либо нет это может быть хорошее дело но но не служит достижение моей цели той цели которую жизнь про я хочу жить а вот поэтому не решение принимать легко у меня есть как бы цель как показатель нужно не нужно полезно не полезно для меня лично не всем людям нужно этим заниматься она может не служить им целям жизни прожили про не хотят жить там и так далее если они это знают его легко ответить на этот вопрос но цели в жизни это немножко дальше даже чем вот этот пять-десять лет жизнь вообще-то лежит за пределами жизни звучит немножко конечно это физично но тем не менее за так вопрос что мы передадим какими мы будем до что мы можем передать едем не с точки зрения воспитания образования денег некий системы ценностей если они все потеряют как это восстанавливать как сохранять и и и и и хотя бы сохранять а лучше увеличивать социальную скажем так социальный уровень жизни поколения вот этот вещи отдельный разговор но опять же если чек знает чем он хочет получить даже через пять десять лет такой жизни он понимает либо этот инструмент ему нужен а так всегда хочется и это и того и сего это нормальное желание но они не служат достижению моих целей и поэтому я как органе тоже какие-то пластили неправильно большинство людей так не задумываются как я до этого грил они решают задачи листов своих задач у меня было там например не все равно было чем заниматься нужно было обеспечить материальным уровень там 7 мы очень оказались бедным в бедном положении когда союза развалился родители пенсионеры вот и вот я там работал нескольких работах заработала нескольких работах и денег все равно не был я занялся бизнесом не потому что я хотел понимал я не понимал бизнеса мой отец презирал бизнесменов вот и так далее вот значит что я позорила рот там и так далее потому что мы потомственные военные вот я этим занялся потому что это был полный пипец называется с точки зрения материального положения его нужно было решать и все остальные мысли моей появились когда когда это добился уже а сейчас я не получилось здесь не есть части нету вот есть чем заниматься вроде все хорошо вот а когда чего-то не покажите его дальше началось уже там своя история но первоначально это было ради денег а вот потому что не было там четкой позиции было так или ново что не было голову поднять посмотреть куда далеко история началась какая после того как блога появилась потом началась но я с нее начинал вам примерно то есть когда у меня был бизнес он меня не устраивал потому что друзья мои они хотели развития бизнес получился почему-то вам проще сказать одним из владельцев нашей компании был сын президент республики поэтому нас бизнес сразу получился но сын при этом республике он не до президента это не 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 царь вот да это не долго это раз более того выйти за пределы республики если конкретно больших постанков республиках выйти за пределы республики там другой сын другого президента вот или дочь понятно вот они все нормально типа деньги есть наградили что-то делать я понимаю что рано или поздно это кончится где-то назвал проще нет гарантии или понимание как это сохранить сколько бы денег не было ниже закончится ну вот крайне заканчивается еще больнее и вопросы развития бизнеса развития бизнеса с кем людей которых я обучал они уходили открывали свои бизнес второе мне никто не помогает развивать это в других городах странах и так далее так далее я искал тот самый бизнес где можно было бы вкладываться в человека и бы это было бы мне выгодно даже как он круче меня бы даже он знал больше меня мне легко было бы развивать региональный и международный бизнес а вот потому что причем желательно чтобы не тратить столько же денег то есть вот я вам сказал вначале что у меня есть организации в странах где ни разу не я не ездил туда вот например я сделал фирму чтобы не открыть ее например ставрополе можно приехать туда летать примерно столько же денег иногда больше иногда может быть меньше ну примерно столько же в этом бизнесе не обязательно могу найти человека который захочет этим заниматься в ставрополе и на себя эти вещи берет компания там доставку продукта производства продукт продукты и так далее так далее занимаюсь только людьми логистики расчетами там и вот эти все как бы моменты которые я понимал какой бизнес я хочу привели того когда я столкнулся с сетевым если идея классная но я сразу не получилось там ушло от времени но это сказал все эти моменты но это пришло как бы там уже потом то есть я четко понимал что люди которые работают даже на хороших работах получают образование предприниматели это люди которые не живут так как они хотят они могут зарабатывать больше чем я как специалисты мне не живут так как я хочу больно как только они бросают заниматься с тем чем они занимались они перестают получать деньги бизнес инвестиции квадрат денежного потока киосаки вот люди которые живут так как они хотят находятся вот здесь не все здесь находится живут так как они хотят но те кто же вот так как они хотят находятся здесь и не нужно было попасть вот сюда и понять некоторые вещи в основном связанные с тем как сохранять и приумножать бизнес в независимости от денег выразили трампа допустим да для меня он чем велик не интерес он президент и не тем что он миллиардер а тем что он самый крутой должник в мире был больше его никто долг не имел официально толком 9 миллиардов долларов люди за всю свою жизнь не мог столько заработать а он долг имел 9 миллиардов долларов и теперь представьте если вы с ним в дело входите в какой-либо этот висит на вашу компанию которую вы с ним организуйте на вас как на владельцами компании его долги перед кредитными структурами тем или иными неважно они юридически или физически кто бы с ним пошел бизнес сделать с человеком крыло корову долгие миллиардов долларов но он отдал поэтому для меня это очень интересная история как человека они потому что не отдыхали на денег вот потому что мы думаем как начать бизнес без денег а он знает как бизнес минус 9 миллиардов вот но в любом случае если у вас с целями по жизни все хорошо то вы поймете нужно вам это или не нужно да вот если пока не очень вы за этим разбираетесь но соответственно вот начинаете пробовать ничего не будет здесь нетрадиционно бизнес вы не потеряете огромное количество денег потому что это только вложение в продукт какие-то такие суммы где там я говорю в этом бизнесе есть два как бы минусы плюс большой огромный плюс не нужно большие суммы денег ну только на продукцию это одновременно и минус почему люди не дорожат тем за что как что-то не выложили много денег но принципе вы ничем не рискуете а вот потому что это питание нормализация водной среды не велики даже не начинаете ну и можете принципе попробовать вы можете не пробовать если вам мешает там незнание неверие там и так далее то есть вы не обязаны если вас есть чем заниматься по жизни если хотите разбираться не имея того пока разбираетесь целями начинайте пробовать продукцию и разбираться с людьми которые здесь что-то сложили что-то преуспели вам нужны истории ресурс с историями людей которые здесь получили результаты почему на одном и том же продукте люди получают разные результаты это был вопрос который задавали очень многие умные люди самом начале я даже не окна не отвечать для меня было все ясно и понятно что болезнь от нарушения образа жизни а большая составляющая образ жизни кроме движения мышления это то что мы пьем это что мы едим и для меня как для летчиками нас инженер было понятно что если неправильно эксплуатировать то она поломается или начнет ломаться надо вернуть нормальному к инструкции по эксплуатации что если что мы вариации делали вот периодически это было понятно когда мне умные люди начинали спрашивать алексей это не нормально как ты можешь вчера это парень у этого этого лета вот этот маленький а этот старенький это женщина это мужчина ты понимаешь сколько там всего тебе неизвестно как ты можешь женщине там а вдруг она беременная она может сама об этом не знаю как-то можешь я думаю могу я в контуре не все можно и не нужно 100 процентов организации водной среды может быть и не она сейчас чистится прям серьезно так вот как виктор пошутил один паразит уже есть в организме вот но то что ей нужно нормализация это точно это все нужно кормить нормально вещами абсолютно точно и гражданам лабирин и мы тратим уйму денег на продукт потому что как бы за это продукт я спокоен я знаю чего его делали трава там грубо говоря там нет никакой лечебной травы то есть это не лечебный продукт они не дают быстрого очевидного результат это еда вот и все что я могу вам вот что в принципе большому счету вы для себя узнаете что-то новое сто процентов и не потеряете какого-то огромного времени не потеряете денег не рискуйте какими-то какими-то серьезными вещами чтобы это как бы когда мне говорят это пирамида и сектор сетевой маркетинг 90 процентов случаев да но это не от того что это сетевой маркетинг потому что сейчас вы уже понимаете что пирамиду можно сделать туризм и в образовании строительстве в медицине можно сделать пирамиду можно сделать его угодно если если мозг есть и понимание чтобы пирамиду вот криминальное мышление если как за счет людей зарабатывать деньги то есть это не сама система это вопрос криминала у человека которые так используют и других людей которые думают что если они вложили 10 получили 100 то так будет вот между удивлять но я же получил я здесь вложил уже 100 получил там или неважно там 330 получил да ну да она так и работает ну вот я поэтому еще разложил еще раз я не понял почему ты решила что если ты получил 30 так будет всегда или что-то думаешь о так будет всегда очень сложный вопрос даже слышим образование причем даже с финансами вот и соответственно по поводу секты тоже не вина сетевого маркетинга очень многие люди я работал в свое время например фексика и в проктором гэмбелл я понял что коммунизм наш отдыхает потому что утром начиналось чтение социальные они назывались духовные принципы вот сотрудника компании например пепсика или проктором гэмбелл и мы гимн пели приложив руку в сердце народы на мой взгляд всех это подмена человеческих целей целями какого-то фирмы там луконина например давайте будем служить в ходе ну там поклоняться ему ну это я если человек с помощью меня добивается своих жизненных целей это не секта если он считает что без меня он не дает своих жизненных целей это сектом это же в его голове и даже не я ему создавал я наоборот стараюсь как это свалить и поменьше работать для меня в этом смысл никак постоянно что делать я не зарабатываю там на выступлениях на тренингах и так далее так далее для меня задача что человек научился делать все то что делаю я и даже лучше в этом есть смысл когда я буду лежать где-нибудь под пальмами человек знаю что нужно делать умеет это делать я ему не нужен я могу спокойно лежать под пальмами если он не научится мне придется самому все время работать если он будет если я буду среди нужен вот и поэтому боятся за эти вещи если вы сами ну там не хотите погрузиться кому-то там служить там на кого-то полица перед кем-то там было бы гореть если вы понимаете что день идут как процент товарооборота как в любом бизнес я получаю процент товарооборот он маленький получай мало он большой получаем но просто он сложен из большого количества людей живущих в разных регионах странах и так далее вот в этом плане как бы никаких таких опасностей нет ну или принципе пообщайтесь с людьми посмотрите здесь у нас так новым копчеги каждой твари попали у нас есть те кто считают что каллы клуб это больница даже находит здесь лекарь лекарей вот препараты находит вот есть те кто там с кем-то носятся с каким-то именем там какой-то там легенды живой вот и тогда ну опять же говорю это для меня как раз подтверждение здоровой части мы не можем людей особенных средств общества каждый день занимается чем-то своей большинство тусовщики им комфортно здесь достаточно позитивно вот мету страшилок всяких типа там мы все умрете я как бы знаю мы все умрем вопрос как даже никогда как поэтому достаточно все позитивно вот хорошее общение есть как бы какие-то позитивные истории людей которые решают свои вопросы вторым плане ну не знаю вот какой ты смотри средств количественной грузом тусовщики для меня это неплохое стоит хорошее слово мы всегда тусуемся вопрос просто где вот с каким окружением вот и если люди счастливы при этом и не обязаны сюда приходить но приходит мне достаточно комфортно то что его не не заманили не не зарулили и раз он продолжает ходить покупать продукцию с моральной точки зрения получают удовольствие финансовой точки зрения продолжает покупать я продолжаю получать процент нам это справедливо если я сделаю что-то не то ему будет дискомфортно либо по результатам либо по ожиданиям который создам его голове он идет я перестану получать то есть моральное с материальным у меня соединило все него здесь вполне комфортно заводу кирилла тоже вот поэтому мы приезжать приехали в мякоп ну крайне редко здесь бывает вот так мы вылазили сейчас меня вас убьет все стали тоже будут участвовать коротенький вопрос сергей курганский краснодар вот вы сказали что существуют методики изменения внутрь внутреннего состояния для того чтобы обрести максимально большее влияние на людей вот допустим человек понимает что говорит говорит а его никто не слышит а вот что вы можете порекомендовать чтобы попробовать себя начать менять это литература или что-то ну кого-нибудь в армии нам выдавали в училище нам выдавали такую книжечку из тетрадочки блокнотик со скрепочкой маленькой ручкой называлась рабочая тетрадка курсантом вот куда надо было записывать вещь которая называется сейчас называется когда на принципе также называлась целостность из того что вы думаете делаете говорить если у вас это на самом деле внутри только это ваш собственный анализ за сегодняшний день были ли вы целостны в том что вы делаете думаете говорить если вы в это состояние собираетесь по поводу чего-то целостность все что вы говорите скажем так это грубо говоря люди будут выполнять даже не сознавая на этом построен командирский голос не на мать и не накрыть на состоянии целостность и вот просто трудно если вы его не контролируете не анализируйте себя целостно ли вы его очень трудно ввести поэтому некоторые рут угрожают нас чувстве страха можно достать чтобы человек сделать но пожертвовать своей жизнью ради вас на его не заставить потому что включится состояние безопасность спасение самого дорогого его собственной жизни чтобы нам дал свою жизнь пошел и отдал свою жизнь нужно совершенно другое нужно состояние вашей собственной целостности говоря понятно для вас состояние правоты абсолютно когда вы думаете говорите делайте одно и то же поэтому нужно заниматься анализом того являетесь ли вы таким человеком потому что многих людей идет расхождение вещей процессе жизни они не контролируют мы все это если не контролирует у нас масса разных программ если мы не научимся это собирать вместе мы не можем говорить вещи которые ну грубо говоря люди будут воспринимать как как виденье спасибо